Главными претендентами на должность мэра стали министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов и молодой бизнесмен Андрей Ярошевич. Комиссия по выборам назвала двух кандидатов, которые переходят в третий заключительный этап выборов градоначальника. Свои программы комиссии ранее представили 16 человек. Все подробности у Елизаветы Василевич. Благоустройство города и наполнение муниципального бюджета – две основные проблемы, которые не дают Омску развиваться, уверен кандидат на пост мэра, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Самая основная сегодня задача по бюджету – это все-таки решить проблему контроля за использованием бюджетных средств. А все, что касается доходной части, это, конечно же, работа в первую очередь по, как я уже сказал, привлечению в том числе и инвесторов. Второе – это работа с высшими органами исполнительной власти по включению в программы федеральной региональной. В итоге глава Минтруда получил 8 голосов членов комиссии. А вот за Игоря Антропенко, депутата областного Заксобрания, который тоже считался фаворитом, проголосовали всего двое. Игорь Рыбаков – выходец из ФСБ. Сотрудник МИДа России получил всего один голос. Членов комиссии не привлекло даже обещание привезти в Омск иностранных специалистов. Они будут работать в качестве консультантов фактически на безвозмездной основе. Из-за уважения ко мне и из-за того, что они любят Россию и хотели бы работать в России. С такими специалистами я неделю назад сидел в Миннеаполисе, разговаривал в том числе про эти вопросы. Они готовы приехать и готовы помочь Омску. Неожиданно много, 8 голосов получил бизнесмен Андрей Ярошевич. Программа предпринимателя, активиста Народного фронта уместилась всего на одном листе. Свои тезисы он обозначил кратко. Город, удобный для жизни людей, разнообразный и умный досуг, свободные магистрали, ровные и безопасные дороги. При этом большую часть выступления Ярошевич рассказывал о себе. Мне трудно и, наверное, неправильно комментировать субъективное мнение выборщиков. Но я вам скажу, что я проголосовал за Ярошевича, как за молодого предпринимателя. На самом деле у него была очень интересная программа, которую он изложил. И речь идет о том, что это то, что он своим примером, своими предложениями, своими действиями. Это молодое поколение. Кто, Ярошевич или Куприянов, станет мэром, решится на заседании Омского городского совета 19 апреля. Будущему градоначальнику необходимо набрать не менее 21 голоса. Елизавета Василевича, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск. 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 Новости здесь. 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 Омск. Новости. 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 Омск. Нов